В конце 80-х британская компания Amstrad прекрасно ощущала себя на рынке домашних компьютеров и на волне уверенности она решила попробовать выпустить свою игровую консоль. В 90-м году вышла приставка GX-4000, но успех её не ждал и уже в 92-м производство консоли и игр к ней свернули. Всего за такой короткий срок жизни вышло 27 игр и сейчас мы с вами на них посмотрим. В комплекте с консолью шла игра Burning Rubber и судить насколько она была хороша по меркам тех лет мне, человеку равнодушному к автомобилям и естественно к гонкам трудно. Могу только сказать, что гонять здесь приходится под одно лишь жужжание мотора и по-моему это очень печально. Гораздо лучше с саундтреком дело обстоит в Crazy Cars 2. Послушайте сами. Самая лучшая гонка на GX-4000 это Fire and Forget 2. Почему, спросите вы? Да потому что в ней можно стрелять. Как видите мне много не надо. Впрочем, возможно и в двух ранее показанных гоночках тоже есть пальба где-нибудь на поздних этапах, но как вы уже поняли я не ставил себе цель изучать игры под микроскопом и слова мои на обстоятельность не претендуют. А вот Special Criminal Investigations Chase HQ 2 я бы не смог подробно разобрать, даже имея огромное желание. Просто потому как в сети рома этой гонки не найдешь. Так же как и не найдешь рома футбольного симулятора Газза 2, названного прозвищем когда-то знаменитого полузащитника английской сборной Пола Гаскойна. На самом деле даже геймплея этой игры не отыскать. А то, что вы сейчас видите, это геймплей Газза 2 для Amstrad CPC. Версия для GX считается утерянной, но она точно существовала. В игровых журналах на нее появлялись рецензии. Впрочем, любителям виртуального спорта и без Газзы было чем себя потешить. На платформу вышло аж 4 спортивные игры. И две из них это теннис. Их название Pro Tennis Tour и Tennis Cup 2. В оба можно играть вдвоем. Вторая игра имеет любопытную особенность. Создавая себе теннисиста, ты выбираешь страну. И перед матчем играет ее гимн. В мире спорта государство выбирать нельзя. Зато можно выбрать один из четырех видов спорта. Велосипедный спорт, лыжи, серфинг и прыжки в воду. Панза кикбоксинг таким разнообразием не похвастается. Однако было бы странно, если бы игра со словосочетанием кикбоксинг в названии включала в себя что-нибудь помимо кикбоксинга. Ну ладно, в чем проблема этой игрушки? В управлении. На геймпаде GX очень мало кнопок. Разрабам пришлось изощряться, и это, понятное дело, не пошло на пользу. Но в Панза кикбоксинг у меня было хотя бы какое-то ощущение контроля над бойцом. В игре же No Exit я даже не сразу понял, где мой персонаж. На экране вообще творится черт знает что. Дрочуны на фоне сюрреалистичных руин дергаются, машут руками, кланяются, превращаются в демонов, а звездное небо рассекает летучая мышь. Кстати, насчет летучих мышей. Не обошлось и без игры о Бэтмене. И это не самая плохая игра о Бэтмене. И основана она на не самом плохом фильме о темном рыцаре, а именно на первой ленте Бертона. Нессовская версия не переплюнута, зато здесь имеются покатушки на Бэтмобиле. Однако Бэтс не единственный герой комиксов, который появился на консоли Амстрад. Заглянул сюда и Тин Тин. Игра получилась стрёмная. Да, тут довольно качественные кат-сценки, но хромает анимация. И оба вида геймплея, то есть беготня по космической станции и космические полеты не доставляют. Недалеко ушла и игра Дики Трейси. Она внезапно напомнила мне Робокопа 3 на Денди. Там также первый уровень проходил в городе, там также выдрались с бомжами и там также в нас метили из окон. Только здесь всё более примитивно. Но есть на GX и свой робополисмен. И на Нессовского он совсем не похож. Робокоп на Денди не был простой игрой, но он не выбешивал, как выбешивает здешний. Робот-полицейский почему-то ощущается не так, как он должен ощущаться, не как тяжелый металлический киборг, а как пушинка. Он чертовски чувствителен. И это очень хреново, так как с самого начала вам надо будет скакать, как попрыгун. Причем иногда ты вроде бы перепрыгнул ямку, но нет, проваливаешься сквозь платформу. В общем, к черту робокопа, смотрим на другую игру с двойкой в названии, на Барбариан 2. Барбариан отталкивает тем же, чем и панза кикбоксинг, жутким управлением. Для того, чтобы повернуться, нужно нажать вниз на крестовине. А для того, чтобы провести один очень полезный вид атаки, нижнюю атаку, необходимо одновременно с направлением вниз нажать еще одну кнопку. Но часто получается так, что вниз ты нажимаешь на какую-то миллисекунду раньше, и ваш Конан начинает выполнять разворот. А разворот – действие довольно длительное, и его нельзя прервать. И пока ты вертишься, чудище к тебе подбирается и лупит тебя, а иногда, заржав в угол, даже полностью опустошает лайфбар. Navy Seals тоже с первых минут начинает хлестать вас по заднице. Для многих даже начальный уровень, в котором нужно продырявить несколько врагов демократии и обезвредить несколько бомб, станет настоящим испытанием. В общем, игрушка для настоящих мужиков, как по сложности, так и по тематике. Operation Thunderbolt – забава для той же аудитории. Снова террорюги, взрывы, вертолеты, хаос, тысячи смертей. Все как мы, мужики, любим. Да. А вот еще одно брутальное развлечение – Wild Streets. Мы идем по городу с черной пантерой и пичкаем негров свинцом из Магнума. Прочувствуйте. Я уж и не знаю, куда веселее. Ну а ребята, родившие Enforcer, знают. В этой игре вы можете убивать полицейских и женщин. Да, за это штрафуют, но не то чтобы строго. Еще можно убивать уток. И, что любопытно, за них дают больше очков, чем за стандартных бандитов. Видимо, это очень злые птицы. Скитшут – еще один тир. Здешние утки покрепче. При попадании они не взрываются, а всего лишь роняют яйца, из которых могли бы родиться чудесные птенцы, которые могли бы вырасти и быть убитыми кем-нибудь другим. Ну ладно, давайте немножко отдохнем от пиксельного насилия и поглядим на что-нибудь безобидное. Вот вам Клакс. Головоломка по типу тетриса. На нас катятся разноцветные кирпичики. Мы их группируем и получаем от этого удовольствие. Вот вам Плоттинг. Тоже что-то тетрисообразное, но на сей раз с возможностью играть вдвоем и музыкой. Да, в Клакс ее не завозили. Вот вам Пэнк. Это вариация арканоида. Сверху валятся шары и морячок их дробит своим гарпуном или что это такое. Не замысловато и прикольно. Тоже можно сказать и о Супер Пинбол Мэджик. На название вы не смотрите. Вполне пристойный пинбол, но магии в нем нет. Зато она есть и в Мистикл. Тут у нас шутемап с колдуном в главной роли, превращающим пастушек и прочих сельских жителей в лягушек или просто в горки костей. Если же захотелось более традиционного шмапа, держите Коптер 271. Гладь океана, вертолеты, пулеметы, самолеты, ракеты. В общем все вполне заурядно. Стандартный набор. А вот Switchblade в невыразительности не обвинишь. У игры есть свой стиль и стиль запоминающийся. А еще есть очень приятная музыка и не очень адекватная реализация прыжков. Персонаж прыгает по странной траектории и в полете им управлять нельзя. Но все равно Switchblade это одна из самых интересных игр платформы. И последняя игра этого ролика. Больше ничего на GX 4000 не выходило. Если бы Amstrad выпустили свою консоль лет эдак на пять раньше, то история игровой индустрии могла бы быть иной. Но случилось то, что случилось. GX уже при появлении была технически устаревшей. И европейские геймеры вместе с игроделами предпочитали более совершенный Mega Drive. Всего Амстредам было продано около 15 тысяч приставок. И больше на игровой рынок британцы выходить не пытались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok